Привет! С вами я, Катерина Юниверсал, которая обычно делится своим взглядом на жизнь, а сегодня, кроме прочего, я хочу поделиться личной историей из своего опыта, которая касается опыта монашества, буддистского монашества. Да, на протяжении некоторого времени, представьте себе, я была монахиней, и каким-то образом этот факт пока что не был освещен мною в моих беседах здесь, на моём канале Ютьюба, но считаю важным это сделать, так как неоднократно обсуждаю эту тему с интересующимися и задающими мне вопросы лично, и тогда получается, что делюсь опытом, рассказываю об этом я с довольной периодичностью, но то с одним, то с другим, то с кем-то ещё лично, а публично как-то эту тему я пока и не освещала. Хотя есть серия записей на моих подкастах, где некто, интересующийся более глубоким опытом монашества и понимания даммы, дамма это знания, идущие от Будды, знания об истине, истине существования, вот некто интересующийся даммой задавал мне вопросы, интервьюировал меня, и это было записано, я включила эти записи в свои подкасты, которые вы можете найти, опять же, под моим именем Катерина Юниверсал, и канал называется «Жизнь для опыта только». Этот канал есть на Яндексе, также на подкастах Кастбокс, Саундклауд, Спотифай, в общем-то они доступны, в доступном, в доступности, в открытом доступе, вот это выражение искала я. А здесь я хочу поделиться не столь глубокой информацией, сколь просто ознакомить где-то коротко с таким опытом. Когда-то, когда я путешествовала на протяжении двух лет в основном в странах Азии, то где-то я потеряла стандарты, я потеряла понимание того, что нормально, обычно, а что нет. Нет, само по себе путешествие для меня было обычной вещью, потому что это то, что я почувствовала верным делать, что я почувствовала необходимым для себя уйти из обычного образа жизни, чтобы окунуться в нечто неизведанное и познать, через это неизведанное познать себя, познать жизнь, разобраться. И для меня это было само собой разумеющимся. Кроме того, я встречала множество других путешественников, которые тоже оставили свой обычный образ жизни, свои удобства, привычки где-то позади и оказались вот так в безвременном путешествии. Поэтому для меня это выглядело совершенно обычно, а судя по комментариям, которые я получала у себя в блоге, а также на фейсбуке после своих постов, я видела, что это всё выглядело довольно чем-то необычным. Также, когда я решила побриться на лысо, это вызвало тоже бурю различных реакций, и когда для меня это было чем-то таким трепещущим, волнующим, но никаким не абсолютно из рамок вон выходящим, то я понимала, что где-то действительно мои понимания стандартов пошатнулись. Также и тут, я имею опыт монашества, да, я была монахиня, я была побритой на лысо и делала это регулярно, наверное, раз в неделю я обревала отрастающие волосы, я ходила в монашеской роубе, я кушала два раза в день, в часов 6-7 утра, и потом до полудня. Я жила в монашеской общине среди других монахинь, я проводила свой день, развивая осознанность, медитируя. И, что интересно, такой факт, что монашеская жизнь, она о том, что это тело, это жизнь, они не для того, чтобы к ним привязываться, а для того, чтобы понимать, что они для использования, для проживания жизни. И когда мы становимся монахами, то мы становимся монахами. Обычно, становясь монахом, считается, что ты отпускаешь свою жизнь обычную, светскую, со своими привычками, удобствами, радостями и удовольствиями, отпускаешь, оставляешь это ради того, чтобы жить истинную жизнь, которая не это тело. И используешь это тело больше для других, нежели чем для себя. Ну, я не буду вдаваться в подробности, смогу вдаться в подробности, если будут дополнительные вопросы, и тогда, конечно же, эта тема будет развита дальше. Но это такое короткое описание моего монашеского образа жизни, который я начала, приняв монашеский обед вместе с восьмью заповедями во Вьетнаме, в буддийском монастыре, проведя там две недели, затем две недели в Малайзии, в Куал-Лумпуре, в монашеской буддистской общине, где жили одни монахини лишь несколько, у нас была очень маленькая община там, она до сих пор существует, я туда наведываюсь спустя. И затем еще один месяц я провела в монашестве в Европе, что был уже совершенно другой опыт. Я должна уточнить, возможно, у вас уже крутится этот вопрос в головах, я была замужем на тот момент, и да, это возможно, получить временный опыт монашества, приняв на себя вот эти обеты монашеские, с намерением, что это временно, получив согласие мужа на это, или же жены в обратном случае, если кто-то становится монахом. В моем случае даже было так, что муж, собственно, подтолкнул меня к этой идее, предложил мне ее, когда я ехала в Азию зимой, чтобы отстраниться от всего и дописать мою книгу. Кстати, да, пару слов стоит уделить этой теме. Книга написана, книга издана, ее название «Дыхание жизни». Вы можете найти ее экземпляры у меня на сайте www.katerinauniversal.com И вот в книге я описывала опыт познания жизни через путешествия, А когда я стала монахиней, то этот опыт ни с чем не сравнится. Это опыт, абсолютно отличающийся от того опыта, который я обретаю каждый день, каждый день медитируя, каждый день изучая даму, каждый день стараясь быть осознанной, обращать внимание на то, кто я есть, что я есть в этой жизни. Делая то же самое, но в монашеской роубе, понимая, что я отреклась от своей светской жизни ради более глубокого, глубинного проживания своего воплощения, я смогла обрести инсайты, я смогла обрести глубокие понимания, которые позволили мне прикоснуться, прикоснуться к истинному пониманию существования, что в свою очередь позволяет мне сейчас делиться этим пониманием. Я провожу регулярные медитации вот уже на протяжении более чем года, да, намного больше, чем год уже. На русском языке эти медитации проходят по понедельникам и пятницам в 6 часов вечера по европейскому времени. Ссылку вы можете получить на том же сайте, который я уже назвала, katarinauniversal.com Эти занятия бесплатные и без каких-либо обязательств можете в любой из дней, в любой из дней в понедельник или в пятницу зайти, поприсутствовать, возможно, задать вопросы или просто вместе помедитировать, послушать. Там я делюсь пониманием того, в чем заключается жизнь. Ну, сейчас я не иду в эти глубины, я говорила о том, что я была в Азии, я писала книгу, дописывала ее, и находясь там, имея свободное время, как-то с мужем мы порассуждали, он мне сказал, почему бы тебя не попробовать, раз уж ты там. И для меня это был не какой-то экстраординарный шаг, для меня это было что-то, к чему я была готова и в чем я испытывала большой интерес. Поэтому стать монахиней, что наверняка звучит столь необычно, для меня было вполне естественно. И вот эта практика отречения, даже вот сбривание волос, которые символизируют нашу красоту, наше проявление своей какой-то личности, своего стиля некого, это все не важно. И сбривание волос, налысо, это такой символический отказ от прекрас этой жизни, которые, собственно, иллюзорны. Жизнь в монашестве, она принесла огромный опыт, за который я очень благодарна Шамсу. Я знаю, что далеко не каждый может на такое решиться, да далеко не каждый вообще когда-либо задумается об этом, и совсем уж, совсем уж далеко не каждый даже когда-либо услышит об этом и получит возможность соприкоснуться с таким опытом. И я просто хотела поделиться здесь этой своей историей, так как она дает некоторый свет на то, почему вообще я делюсь своим взглядом на жизнь, откуда черпает истоки мой взгляд, и кто я такая, чтобы вообще что-то здесь рассказывать и давать какие-то, может быть, где-то учения. Да, я даю учения, потому что я чувствую, что я черпаю источники этой информации не в себе, а в той истине, которая мне раскрылась. В дальнейшем я планирую возможно начать отдельный канал, где буду делиться именно информацией касательно медитаций. А здесь на канале «Взгляд на жизнь» я буду продолжать говорить о каких-то более обыденных вещах с моей точки зрения. Спасибо за внимание. Наверняка вас интересует взглянуть на кусочек той моей жизни, и поэтому я постараюсь найти фотографии и присоединить их здесь в конце видео. И вот здесь мы видим моменты ординации, принятие монашества, медитация, участие в семинарах, учениях, которые давал главный монах, поход за сбором подаяний, время, проведенное среди других монахинь, общины. Это был очень плодотворный и счастливый период. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!